МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот по этому проходу я ходил 25 лет. Ходил я ночью. Потому что мы и репетировали наши капустники. Ночью. Всегда. Иначе артисты не собирались. И эти были очень счастливые ночи. Они определили всю мою дальнейшую творческую жизнь. Но самое удивительное, что по этому проходу, вот таким же путем, каким шел я, только иногда шел спиной к сцене, ходил Евгений Сергеевич Домини, великий артист, создавший для нашего великого города редкие ценности. Вот о нем и пойдет сегодня рассказ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, Фаина Ивановна Костина, единственная народная артистка России в кукольных театрах нашего города, она является не только савтором, она является практически автором этой передачи. Написал мне такую шпаргалку. Я ее сейчас уберу, просто только прочту ее вам. Евгений Сергеевич Домини родился в Петербурге в семье чиновника. С 1903 по 1915 учеба в Николаевском кадетском корпусе. С 1915 по 1916 офицерские курсы Пажеского корпуса. 16-й, 18-й, действующая армия, подпоручик, начальник мостовой команды. 18-й год, дымобильзованно вертелся в Петроград. 18-й, актерский дебют на сцене Народного дома. Красная армия, начальник общего отделения, награжден почетным званием честному воину Корейского фронта, дымобилизован, поступил в ТЮС на должность начальника пожарной охраны. Больше я шпаргалкой пользоваться не буду, но просто поразительно, как неисповедимы судьбы больших художников. КОНЕЦ А когда я встречал его здесь, на углу Садовой и Невского, он так приподомал шляпу, неизменное выражение лица, по изяществу он напоминал Александра Сергеевича Пушкина. Он был изящен в каждом движении. И вообще у него была какая-то невероятная петербургская интеллигенция. Он был представителем высшей точки петербургской художественной интеллигенции. Что он сделал? Пожалуй, великие артисты великому городу я не могу даже рядом кого-то поставить, кто сделал столько, сколько сделал он. Ну, во-первых, он объединил театр марионеток, сосуществовавший до него, с кукольным. Во-вторых, он первый, кто начал делать взрослые спектакли значительно раньше своего московского коллеги. И какие, какие он поставил Шекспира. Он поставил Мольер. Он поставил феноменальный, судя по рассказам, не видел, да и не мог видеть, трехъярусный спектакль по гениальной свадьбе Чехова. Он был особым режиссером. В немногочисленных беседах, хотя у нас были крайне хорошие отношения, очень хорошие. Он всегда говорил о Юрьеве. Он говорил о Юрии Михайловиче. Я хорошо помню, он ставил какой-то здесь спектакль, где был джин. Он подсказывал артистам. Джин должен перекрывать голосово всех своих партнеров. Говорил он, идя по этому проходу, по которому ходил я спиной к зрительному залу. Я никогда не видел, чтобы он выходил на сцену и показывал марионеток. Он делал и петрушку, которую надевается на руки, которую он обожал. И когда образцов ввел куклы торостевые, их тогда почему называли, я не понимаю почему, куклы с острова Явы, он не воспользовался этой техникой. Честно говоря, я лично, но это Фаина Ивановна меня поправит, не видел ни одного его торостевого спектакля, между ним, как Сергей Владимирович, избрал трости до конца своих дней главным оружием кукольного театра. И, допустим, и Дивов, и Спиранский, и Самодур, знаменитые артисты того театра, они владели главным образом этими куклами. Я сейчас задам вопрос. Фейн Ивановна ответит. Что из техники кукол любил Евгений Сергеевич больше всего? Ну, мне хочется просто еще раз сказать о том, что ключевым все-таки словом для определения деятельности и вклада, который Евгений Сергеевич внес в историю кукольного искусства, можно назвать впервые. Евгений Сергеевич, во-первых, купил кукол в комиссионном магазине, которые, это были куклы комедии «Дель арте». Это было смело взять именно вот такую тему. 18 кукол, которых он купил, он принес к своим коллегам, драматический кружок заводской, и вот он их зажег. Он предложил им сделать спектакль кукольный. У него были, видимо, свежие еще впечатления детские. Мама его возила в Париж, и он видел в Париже, когда ему было 7 лет, кукольный театр. Основная труппа, которую он собрал вокруг себя, это были просто рабочие, которые умели... Там и плотники были, и столеры. И вот они взялись за дело за довольно-таки короткое время. Вот такой портал сцены. Они прекрасную сцену придумали. Это были для этих петрушек. Он им показал, как может двигаться кукла. И вот они с этими замечательными французскими куклами делают спектакль. Было очень страшно. И когда закончился спектакль, они думали, провал. Бить будут. Но через буквально несколько секунд раздались аплодисменты. И вот на этом представлении был Брянцев, который потом письмо прислал Евгению Сергеевичу, в котором он написал, что вы стоите на пороге как открытие, что ни в коем случае не бросайте это дело. У вас это получилось убедительно, интересно, и вы принесли много радости и взрослым, и детям. И вот Евгений Сергеевич занимался в то время только петрушками. Кукла. Ну, она так уже называется. Петрушка – это та самая кукла, которая одевается просто на руку человека. Это всего вот рука. Это вот три точки. Это ручки и голова. А всё остальное, вот, она сгибается. Это всё зависит от того, как тренирована, и как ты её чувствуешь, эту куклу, руку. Евгений Сергеевич в те годы считал, что это самая подвижная, самая интересная для ребёнка кукла. Да и для взрослого тоже. Так произошло, что в нашем театре актёры владеют всеми системами кукол. И потому что две группы в театр Евгения Сергеевича ввелась марионеточная группа, просто он спас этот театр. И сначала были две группы отдельные, а потом, через какое-то время, актёры, ну, могли работать и так, и так, и единая труппа, которая могла работать с любыми куклами. С марионетками дело обстояло так. Вот он, поставив, видимо, до войны мёртвую царевну, после войны ни одного не поставил спектакля верхового, ни с Трастевыми, ни с Петрушками. Нет, был один, правда, «Приключения Тома Суэра». А вообще у него все пошли спектакли марионеточные. Я думаю, что ему, как режиссёру, было интереснее. И интереснее изобразительная сторона, визуальный ряд, потому что там можно было... Там куклы ходят, видно целиком фигуру, ничего не обрезано там. Там они как, ну, могут танцевать, могут двигаться. Потом от материала, конечно, зависит. В имениной эстраде я считаю чудом недооценённым. Он никогда не разговаривал за ширмой. Никогда. Но вот номер двенадцатая «Рапсодия Листа» я спрашиваю, какой ты видел лучший кукольный номер в жизни? Я без павла сама отвечу. Двенадцатую «Рапсодию Листа» в исполнении «Бедмини». Не было ведь фонограммы, друзья мои. Ведь Евгений Сергеевич выступал под звуки фортепиано, которая стояла за ширмой. Я не знаю, помогал ему замечательный Никита Хачинский или нет в этом номере, но это же было абсолютно чудо. Все мои капустники по секрету родились из этого номера. Это была не моя пародия, но вдохновенного пианиста, у которого пыль летела, который взметывал руки куда-то выше головы, потом на рояле творил какие-то невероятные арпеджио. И все это было показушно на публике. Потом, когда я видел великого Сафроницкого, великого пианиста, самого великого, которого я видел в жизни, я подумал, я спросил, Евгений Сергеевич, а вы что, пародировали Сафроницкого? Он нахмурив сказал, я никогда никого в жизни не пародировал. Я ненавижу имитацию. Я разоблачаю то, что мне не нравится в этом жанре. Мне бы счастливилось несколько номеров его концертной деятельности видеть. конечно, спектакли, в которых он был как актер задействован в начале, я, конечно, уже не могла увидеть в 60-м году. Он уже только занимался концертной деятельностью, и то очень редко, если это были какие-то очень ответственные концерты. В 60-м году я его видела в большом зале филармонии с двумя номерами. Это балерина балерина и пианист. Евгений Сергеевич человек интереснейший был. Вы знаете, мы, чтобы быть ему как бы ближе, интереснее, мы ходили на все, что появлялось в городе. Мы ходили на выставки, чтобы потом с ним поговорить. Мы ходили на спектакли. Все, которые выходили премьеры, иногда даже умудрялись ходить коллективно. Это сейчас немыслимо просто, чтобы коллектив пошел вместе в театр. Вот. И любую тему, на любую тему с ним можно было поговорить, и он с большим уважением. Но мог и разыграть. Сейчас я перехожу к самой, с моей точки зрения, важной теме, которую до меня никто не понимал. Никто не поднимал, я думаю, даже не из этических соображений. Был первый кукольный театр в стране, который назывался СССР. это был театр Демини. Я как-то спросил моего великого артиста, моего великого учителя, Аркадьевич Райкин, я говорю, знаете, Аркадьевич ведь не ходит в театр миниатюр. Куда все вечером вот здесь? На Райкина. Я говорю, больше нигде этого не говорят. Он такой лозу сказал, почему? Все говорят, никто не говорит, я иду в кукольный театр, марионеток. Все говорят, мы идем сегодня к Демини. Это театр, в котором мы находимся. Театр моего детства. К стыду своему я назову цифру, сколько я сюда хожу. Мне 85, значит, 80 лет. 80 лет исключая войну я провел в этом театре. Когда я увидел первого с Гульвера, этот невиданный спектакль, невиданный. Гульвер в этом театре это то же самое, что челкунчик для Мариинского театра. На помощь королеву верзила съест и живем! На помощь королеву верзила съест и живем! Прекрати конечно съем! Если вы будете колоть меня вашими проклятыми булавками! Евгений Сергеевич, то, что он делал для детей, он с огромным уважением относился к ребенку. Он разговаривал с детьми на встречах с детьми, ну, как с равными. Это, видимо, его культура, образование. Он не одел, что ребенок чего-то там не понимает. Он считал, что дети понимают все и что для них нужно играть очень хорошо. И поэтому вот это было его кредо с основания театра, что должны работать блестящие художники, должны быть хорошие актеры. Но он как раз обладал таким качеством человеческим, он как магнит притягивал себе талантливых людей. Вот когда я пришла в театр в 60-м году, там каждый человек личностью был. Там не было просто актера, который зациклен только на своем творчестве и все. Они были какие-то многоплановые. Ну, во-первых, это прошло всего 15 лет после победы. они ценили жизнь, видимо, как-то особенно. И радовались всему. Это были люди 40 лет, они мне казались уже очень солидными с высоты моего возраста, видимо. Вот. И, ну, 40-45 лет, не больше. Вот, например, Юрий Сергеевич Позняков, он был и композитором, он был актером, он был режиссером. Вот такие люди. И Виталий Санчельин, который играл, кстати, много лет Гулливера, он был блестящим актером, которому предлагали в свое время и образцов в свой театр, и Королев в БТК. Но он, полюбив именно этот театр и именно Марионеток, это особенно, вот, он остался с Домини, естественно. И вот тоже скульптором был. И тоже, и сценарий мог написать, и стихи, и на всех инструментах играл. И еще обладал великолепными актерскими данными и блестящим голосом. Никита Владимирович Хачинский. Вот я говорю о людях, которых я застала. И они были рядом, они были вот с Домини. Я с трепетом начинаю эту тему, потому что она очень деликатная, но не коснуться ее я не могу. Сергей Владимирович образцовый великий художник. Хотя репетиции с куклами, я там работаю в этом театре немножко, он не проводил так, как Домини. У него готовились Спиранский, Самодур, Дивов, Синельникова, а потом он входил, вставил свет, идеи все исходили от него. у него было то же самое, что Гулливер. Для этого театра была волшебная лампа Аладина, первый торжественной спектакль. Но символом его был необыкновенный концерт. Когда его привезли в Питер, это было до исторического, исторического я вставлю в четыре кавычки, жуткого построения ЦК, потом он назывался обыкновенным концертом, а потом, когда начисает разгул вся эта мерзость, его переименовали в необыкновенный концерт. И он потерял абсолютно всю свою прелесть, которая была в этом чудесном спектакле. Его привезли сюда, и Сергей Владимирович захотел иметь филиал в нашем городе. Я уже был знаком с Демини и хорошо. Он не касался этого вопроса. Я всегда видел, как они здоровались в Сергея Владимировича очень вежливо. Но это было два полярных города. Один петербуржец, другой образцов никогда не пользовался палкой, и потом образцов кроме своего театра занимался еще какой-то большой общественно просветительской деятельностью, которой Евгений Сергеевич занимался постольку, поскольку он был прежде всего художник. И только художник. Я не могу сравнить великого артиста. Нет, я не верно сказал. Артист это и художник, и пианист, и писатель. великого кукольного актера Демини с образцовым. Вся моя симпатия на стороне Демини. Образцов уже пел романсы за ширмой, и под это водил кукол, двух кошек. Еще он был титулярный советник, пел Доргомышевского, пел хорошо. У него профессиональный певец, он был артист драматического театра, он был артист второго мхата, а Евгений Сергеевич не был артистом, он был актером. И когда после этой невиданной двенадцатой рапсодии он выходил в афраке и вот так кланялся, очень вежливо уходил, очень редко, я видел бесконечное количество концертов, он выходил и кланялся второй раз. Он был невероятно академичный строк. И вдруг они столкнулись на одном номере. Образцов поставил Кармен в кукле. И в 1936 году, когда Великий Станиславский был болен, на Леонтьевском состоялся концерт. Дальше пересказываю Доминик. Соборо все лучшее, что было в Москве. Хенкин острил, Рина Зеленая очень трогательна. Она, кстати, участвовала в тех же концертах, что Евгений Сергеевич. Рина Зеленая читала ребенка, кто-то пел, Станиславский смотрел, улыбался, иногда морщился. И в тот момент взлетел Кармен. Именно взлетело на ширме. А, Станиславский был еще наивен. Тогда не было кукол. На всех посмотрел, и это обошло все учебники. Что это замечательно, я видел этот номер. Так вот, послушайте меня внимательно, друзья мои. У Демини был цыганский танец. Ничего выше я вообще на эстраде не видел. Я видел много кукольных артистов на эстраде. Очень много. Для меня он был номер один. Абсолютно номер один, включая Сергея Владимировича Брасова. Демини никогда не пытался смешить. Это не входило в его задачи. Фаина Ивановна сегодня мне рассказал впервые, что когда Евгений Сергеевич не стал образцов прислал прекрасное письмо. Я никогда не слышал ни одного плохого слова ни от Сергея Владимировича, ни от Евгения Сергеевича друг о друге. Это были глубоко русские интеллигенты с одним но. Сергей Владимирович был москвич до мозга костей. Евгений Сергеевич был петербуржец не ленинградец. Он был петербуржец до кончика своих ногтей. И он, конечно, был великий артист великого города. Ленинградец. Ленинградец. Ленинградца. Субтитры создавал DimaTorzok